И снова здравствуйте, всем привет, The Brash 2019, пока работаем в этой программе и продолжаем делать именно окружение. Так, скалы, горы есть, камни есть. Давайте сделаем теперь землю, участок земли точнее, на котором будет происходить какое-то событие. Так, скалы, горы пока отключаем и аппенд, откроем именно куб. Будем работать с кубом, а не с планом 3D. Так, открываем куб, закрываем теперь все наши скалы, горы, они нам пока не понадобятся. У меня реклама жестко бомбит. Так, вот имеем куб, и теперь нужно его, мов, чуть-чуть сплюснуть. Камень еще висит. Сильно тонко делать не будем, вот таким вот образом пока. Смотрим теперь флур, как тут да что, вот такая штукенция получилась. Так, можно его немножко побольше. Надо определиться, какая будет форма именно у нашей земли. Пока берем куб и делаем, ну вот пока вот на эту зону всю, вот так. Прикольная штука. Альт, левая кнопка мыши. Теперь нужно здесь сделать дайномеш, потому что сетка у нас вот такая. Заходим теперь в геометрии, находим дайномеш и проджект ставим. Большую детализацию, резолюцию не делаем, дайномеш. Ждем. Смотрим, все, пойдет сетка. 188 тысяч полигонов. Конечно, многовато, но мы ее все равно потом будем понижать. Теперь нужно немножко распланировать все это дело. Каким образом? Допустим, здесь будут скалы. Скалы будем делать вот кисточкой Clay Builder. Ставим ее, детализацию, вот эту дровсайз побольше. Интенсивность средненькую. И немножко тут чего-нибудь вот таким вот образом поднакидаем. Так, здесь будут просто камни, а здесь будет скала. Вот скалу можно побольше. Опять же, смотрим снизу, вы видите, что идет ломка. Нам этого не надо. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Что мы сделаем? Мы заходим в Brush и находим вот эту функцию Автомаскинг. И находим Beckel Mask. Ну, короче, по-английски где-то так. И вот теперь, если мы будем здесь что-то накидывать, что-то рисовать, вот такая штука, что с другой стороны у нас типа маска. Она не портит внешний вид. Ну, и вот так вот все хаотично накидываем. Она прикольно будет смотреться. Если еще потом нанести вот на все это дело текстурки, не выглаживая, вообще шикарно получается. Вот такие скалы. Так, это дело есть. Здесь будет у нас именно лицевая часть. Что еще можно добавить? Здесь будет, ну, допустим, проход в какую-то бухту. А вот здесь нам нужно сделать маской вот такую штуку. Вот так вот. Теперь немножко все это дело уменьшаем Draw Size. Еще даже поменьше можно поставить. И вот здесь нужно оформить берег. Как будем оформлять берег? Опять же, Ctrl и Alt зажато. И немножко вот так вот что-то. Ну, чуть-чуть вот так вот. Потом все равно это преобразуется во что-то. Будем по ходу выдумывать. Вот здесь будет берег. Вот так. Ну, и нужно теперь этот берег опять же оформить. Давайте немножко вот так вот что-то здесь поднакидаем. Вот такие как бы соплюны. Опять же, лучше делать это маленькой кисточкой, потому что большая будет делать берег не так, как бы хотелось, наверное. Теперь ставим Draw Size побольше и интенсивность вообще где-то вот давайте двоечку. И немножко вот так что-то здесь у берега вот так вот поднакидаем. Вот таким вот образом. Смотрим теперь, как все это здесь выглядит. Ну, в принципе, пойдет. Внешний вид вроде нормальный. И немножко здесь подкида делаем по берегам. Вот так. Хаотично, чтобы именно вот какие-то полосы были вот так вот. Так, тут тоже немножко вот так вот поднакидаем. И вот здесь тоже каких-нибудь ромбов, квадратов понаделаем. Вот эту маску нам надо теперь удалить. В принципе, можно назначить ей полигруппу и потом все это дело здесь протекстурировать. Ну, будем делать по-другому. Вот это все убираем. Это Ctrl-W назначаем ей полигруппу. Все это дело вот так вот, Ctrl-Shift удаляем. И теперь находим Modify Topology и жмем Dell Hidden. Ну, типа удаляем все, что скрыто. Делаем теперь Close Hose, чтобы именно берега закрылись. Так, как это выглядит. Сейчас я вам покажу. Вот вы видите, что здесь уже другая полигруппа. Назначаем Ctrl-W. Пусть пока все это дело повисит. Дайна Меш делать не будем. Это уже попозже. Так, ну вот это все у нас есть. Что нам теперь нужно? Нам нужно все это дело красиво преобразить. Квадрат неинтересен, да? Нажимаем Ctrl-Shift, заходим в кисти и находим вот этот цикл, клик-цикл. Вытягиваем его. Пардонте. Вот так его вытягиваем. Ctrl-Z. Надо менять мне, короче, железо. И вот нужно все это дело красиво захватить. Так. Ну, где-то это будет выглядеть. Некрасиво вот так вот это будет выглядеть. Хотя, в принципе, и не что-то. Скалы есть. Обрезка есть. Вот на этом месте будет происходить событие. Можно этот круг сделать еще больше. Как-то увеличить. Увеличить и добавлять детали уже именно в блендер. Отдельно. Но можно сделать уже полностью готовую обстановку. На вот этом вот клочке. На этом месте. Так. Теперь что нам нужно сделать? Нужно теперь все это замаскировать. Вот эти горы. Вот так вот. Где-то если залезли Ctrl-Alt. И вот эти горы нужно другой полигруппой сделать. Нажимаем Ctrl-W. Так же вот эти берега можно пройти вот так вот маской. Вот таким вот образом. Назначить Ctrl-W другую полигруппу, чтобы все это дело выглядело... Не, меня реально реклама добьет. Чтобы это все выглядело вот таким вот образом. Следом нужно добавить сюда и обстановку. Так, это уже флуг можно отключить. Давайте добавим сюда обстановку. Как будет происходить событие? Здесь будет стоять дерево. Мы его будем делать уже в отдельном ролике. Почему? Потому что нужен персонаж с топором и дерево. И в дереве выберем именно вот эти части. Как будто оно срубается и он будет в анимации при каждом ударе будет какая-то часть вот этого всего вылетать из дерева. И в конце оно падает. Ну что, теперь нужно применять вот эти вот наши скалы-горы. Так, включаем видимость тут и включаем видимость тут. Вот такая у нас есть скала. Пардоньте, возвращаюсь к нашей скале. И вот теперь ее нужно, мов, скайл уменьшить. Будем ее делать вообще маленькой, потому что горы-то они большие. И все персонажи потом будут здесь очень маленькие. Так, скалу. Передвинем, наверное, вот в этот ракурс. Вот сюда вперед. Вот, где-то вот сюда. Вот таким вот образом. Теперь есть еще одна скала. Это вот, как в короле король-лев. Мы ее поставим вот таким вот образом. И немножко ее, конечно, опять же уменьшим. Но она должна быть больше именно вот этого свода. Так, и как-то это все дело надо более-менее красиво поставить, чтобы вид был со всех сторон. Так, так. Вот таким вот образом. И немножко все это дело повернуть. Вот так вот. И немножко увести как-то вот сюда. Немножко еще скайл. Ну, где-то вот так вот. Что-то в таком духе. Ну, и вот эти камни. Вот эти камни можно поразбросать. Вот таким вот образом. Уменьшить скайл. И где-то поставить его. Ну, тут-у-тут. Так, вот так как-то перетянуть. Где-то вот так вот его здесь припустить. У скалы положить. И тут понабросать. Так, Ctrl-I. Вот так. И теперь вот так вот. Вот так где-то здесь. Немножко их поналожить. Где-то какой-то уменьшить. Приподнять. Вот так. Понад берегом можно понакидать. Также можно вот с этого валуна просто сделать именно кисть. Так. Дравсайз отключаем. И нажимаем Insert. Clear Insert Mesh. Clear Nano Mesh. Вот этот. Clear Insert Mesh. Новый. Жмём. Смотрим. Вот уже появляется кисточка. Вот камни появляются. Это Ctrl-Z. Теперь включаем. Так. Снимаем маску. Включаем теперь строк. Находим Curve. Curve Mode. И вот так вот камни можно рисовать с помощью курвы. Так. Теперь их можно немножко прибавить. Кайл. Так. Теперь можно немножко их прибавить строк. Заходим в Curve. Дравсайз побольше. Вот так. И рисуем уже вот таким вот образом. Добавляем теперь море. Море у нас будет Append. Добавим опять же куб. Будем работать с кубом и переключимся на куб. Теперь всё это дело опять вот так вот сплю с ним. Чуть-чуть толщину побольше сделаем, чтобы уж тонкой не было. Ну и вот так Ctrl-Z. Скайл. И немножко опять же сплю с ним. Вот таким вот образом. Вот такой получается остров. Немножко вниз припускаем. Немножко приподнимаем вверх. Потом доработаем. Всё прикольно. Смотрим теперь, чтобы всё это дело не выходило за рамки вот этого флуга. Потому что будет при Dynamesh обрезка. Ну где-то вот так пока оставим тоже. Потом прибавим. Так. А вот эту землю можно ещё немножко удалить. Уменьшить. Будет где-то вот в таком духе. Теперь скалу немножко тоже уменьшаем. Вот до таких размеров и ставим где-то вот, где она приблизительно была. Так, очень неудобно работать вот с такой маленькой площадью. Вот так вот. Смотрим, что-то как, где она стала. Ну, вроде нормально. Чуть ещё в бок её увести. Ну и теперь свод. Чуть вниз. И немножко скайл. Так, сюда его выводим. И немножко погружаем. Так, немножко уводим в бок где-то вот сюда, пусть тут стоит. И немножко ещё усаживаем вот так вот. Так, зона готова. Приступаем к таким операциям. Добавляем теперь именно, так, аппент. И добавляем цилиндр. Переключаемся на цилиндр. Все саптулы можно отключить. Делаем ему дубликат. Пардоньте, этот удалить пока. Делит. Ок. Сделаем ему дайномеш. Project дайномеш 128. Смотрим сетку. Всё нормально. Вот теперь можно сделать саптулы. Сделать теперь именно дубликат. Включить прозрачность. Переключиться на верхний дубликат. И сейчас... Так, теперь MOF Skyl уменьшаем. Толстые стенки можно пока не делать. Переворачиваем. И зум, вот этот вытягиваем вверх. Ставим его на вычитание. Переключаемся на верхний саптул. Делаем Merge, Merge Down, OK. И теперь дайномеш. Вот такой вычет произошёл. Делаем Ctrl-W одну полигруппу. И для чего нам это надо, да? Так, теперь видимость всех саптулов включаем. Вот таким вот образом. Вот это будет у нас задний фон. Вот так мы его увеличим. Где-то вот до таких размеров. И теперь нужно сделать ему дубликат. Так, делаем ему дубликат. И всё это дело вот так вот нужно будет именно обрезать. Так, берём Ctrl-Shift. Ставим теперь Trim Rect. Квадрат. И вот так первую обрезаем. Следом переключаемся на второй саптул. Ставим прозрачность. Допустим. И вот так его обрезаем здесь. Вот такая штука будет. Теперь назначаем так. Так, это разные полигруппы. Ctrl-W и вот этой тоже Ctrl-W. Теперь можно их merge down. Так, Ctrl-Z. Merge down. ОК. И merge down. Shift-Левая кнопка мыши. Теперь move. И немножко всё это дело с плюсом. Вот до таких размеров. Так, это поднимаем. Поднимаемся сюда. Делаем вот так всё это дело с Кайл. И немножко ещё скал добавим. Так, вот эта скала будет где-то вот тут. И вот здесь мы её подставим поближе. Немножко сплющим и немножко углубим. Вот так вот где-то. И теперь можно Ctrl-W, вытянуть ещё какой-нибудь камень. Ещё вот так вот. Прикольно. Ну и вот туда ещё камней поднапидаем на эту сторону. Вот так вот где-то. Вот так вот. Вот так вот. Вставим видимость всех сабтулов, фрейм, и вот у нас уже получилась именно мульт-студия. Вот такая штука. Так, теперь делаем план побольше, находим план, где у нас тут, вот такой вот план, и теперь мульт-студия делаем его побольше, вот так вот. Находим Ctrl-Shift и находим клик циркл, вот этот. Ctrl-Z, вытягиваем вот этот круг, и вот нужно все это дело где-то вот так вот нормально обрезать. Ctrl-W и делаем всему этому, там можно уже Dynamesh сделать пока место. И вот эту часть приподнять, вот так вот повыше. Все, здесь на острове будет происходить событие, это будет в дальнейшем море, это будет у нас именно края. В следующем ролике покажу, как все это дальше будем доделывать. Все, всем пока, до свидания.